БОЛОТА НАСТУПАЮТ В центре города на дороге образовалась огромная дыра. Асфальт провалился в бывшее болото, которое когда-то осушили на этом месте. Россия. Щелково. Апрель 2017 года. Это апокалиптическое видео снято на Новофрязевском кладбище в Подмосковье. Из зеленой жижи торчат кресты и гробы. Болота растут. Их становится все больше. Они смывают с лица земли маленькие деревенькие поселки. Они не только окружают, но и пробивают себе дорогу из глубины земли. Они захватывают новые территории. Но что будет, если планета Земля превратится в сплошное болото? Сегодня в программе. Почему утопленники не разлагаются в болотах тысячелетиями? Обнаруживают деревянные изделия, которым тысячи лет. Какие фантастические твари обитают в трясине? Он увидел это лицо, и грудь у нее плавала. Что связывает мировые столицы, построенные на болотах? Город должен был стоять на меридиане, соответствующем меридиану Александрии. Секрет здоровья и красоты. Как приготовить эликсир молодости из тухлой воды? Пошла кормить духом. Секрет здоровья и красоты. Россия. Тверская область. Май 2018 года. Это соревнования по трофи-рейду или езде по бездорожью. Посмотрите. Машины по самые кабины проваливаются в болото. Бесстрашные водители преодолевают топи, пруды и заливные луга. А это видео в одну из социальных сетей выложил Анатолий Чубайс. Он с ветерком прокатился на вездеходе по болотам все той же Тверской области. Откуда у автолюбителей и непоследних лиц государства такой интерес к болотам? Зачем они тестируют вездеходы? Можно подумать, что наша страна скоро будет состоять из одних болот. Болото называют гиблыми местами, топями, гнилушками. Здесь загадочным образом пропадают люди, а по ночам стонут неведомые науки существа. По версии конспирологов, человеческая цивилизация зародилась в болоте. И сейчас, когда люди угрожают природе, болота могут повернуть время вспять и стереть нас с лица земли. Болото – это формирование природное, которое возникает там, где бесстучная зона или зона с маленьким стоком. Гидролог Станислав Завадский ради русской природы бросил родную Словакию и перебрался в Россию. Теперь он изучает болото. Станислав утверждает, красивейший ландшафт может превратиться в непроходимую топь. На грани природной катастрофы уже находится озеро Байкал. Болотная водоросль Спирагира захватила больше половины берегов крупнейшей акватории страны. Вот как сейчас выглядит прибрежная зона – зеленая тина вместо хрустальной воды. У озера со временем все равно превратятся в болота. Именно из-за иривания, занесения всякими растениями, зарашивания, обращивания берегов, образования мха. Мох потом, нижние слои мха превращаются в торф, торфяники образуются. Ученые винят во всем глобальное потепление. Чем выше температура, тем сильнее тают ледники. Тем больше влаги впитывает плодородная почва и превращается в топи. В воде куда-то надо деваться, она превращается в озера или в болото. Собственно говоря, поэтому увеличилось весь Уганское болото. И остальные болота могут увеличиваться за счет таяния вечной мерзлоты. За последние пять лет в Ленинградской области, которая считается самой заболоченной в стране, болота увеличились в размерах почти в два раза. И сейчас они поглощают леса. Ну, как вы понимаете, деревья плохо растут в болотах, да? Достигая возраста 30-40 лет, они просто погибают, потому что их вес становится достаточно большим, их корни погружаются в воду, недостаток воздуха, и все, дерево погибает. Россия. Московская область. Июнь 2018 года. Специалист по выживанию Андрей Сафронов вместе с нашей съемочной группой отправился на одно из самых загадочных болот Подмосковья. Мы сейчас находимся на краю Черного болота. По сравнению с прошлыми годами, оно значительно увеличило свою площадь. И уже подступило где-то уже метров на сто, вот ближе к елке. Обратите внимание на стволы берез. Видите, раньше болото проходило примерно вот там, а теперь уже здесь. Не лезь в болото, коли жить охота. Так и издавна говорили на Руси. Андрей Сафронов расскажет, чем опасна эта топь, и попытается ее преодолеть. Болото, как правило, являются местами отрицательной силы. Соответственно, даже если вы вынуждены ставить палатку на болоте с целью ночевки, вот такая ночевка может вас очень здорово обессилить. К утру, и вы не в состоянии будете проходить маршрут. Наша планета уже переживала глобальную болотизацию. Десять тысяч лет назад, после ледникового периода, почти вся суша утопала в болотах. И тому есть доказательства – полезные ископаемые. Амбурый уголь – это просто предыдущие болота, которые превратились в свою органическую запасенную массу, в такую полезную ископаемую. Залежи угля были найдены под толщей льда в Гренландии и Шпицбергене. Ученые сделали невероятное открытие. В древних породах сохранились останки тропического леса. Получается, когда-то на севере было теплее, чем на экваторе. Потом леса стали заболачиваться, совсем как сейчас. Через миллионы лет на планете сменился климат, и сушу поглотил ледник. Болота же царствовали на земле и до, и после ледника. И, возможно, сейчас они хотят вернуть утраченную власть. Лондон – город туманов и болот. Когда-то на этом месте была непроходимая трясина. Легенды о лондонских топях дошли до нас в книгах Канан Дойла. Не случайно собаку Баскервилли он поселил именно на болотах. Санкт-Петербург, Лондон, Париж, Брюссель. Что объединяет эти города? Во-первых, все они построены на болотах. Во-вторых, каждый город охраняют загадочные каменные сфинксы. Вместе они образуют малое мировое магическое кольцо. Кто с помощью темной магии и болотной нечисти управляет Европой? Россия. Устье реки Невы. 27 мая 1703 года. В этот день Петр I заложил Петропавловскую крепость. Первое здание будущего города Санкт-Петербурга. Но почему он воздвиг роскошный город в таком неудобном месте? По мнению питерского конспиролога Сергея Саля, это было сделано не случайно и вовсе не ради выхода к морю. Первый российский император славился любовью ко всему иностранному, яркому и необычному. Путешествуя по Голландии, Петр попал под влияние масонов и, вернувшись в Россию, действовал в их интересах. Согласно астрономическим расчетам ордена, северные берега Балтики как нельзя лучше подходили для проведения оккультных ритуалов. Кроме того, на ментальном уровне это место можно было связать с великими и загадочными городами Древнего Египта. Город должен был стоять на меридиане, соответствующем меридиану Александрии. А широта соответствует наивысшему восхождению звезды Сириус, которая считается масонов Родина и Люцифера. И вот на этом месте надо было основать город. Говорят, перед смертью Петр понял, что совершил ошибку и попросил перенести столицу обратно в Москву. Но Петербург уже жил своей отдельной жизнью. Город поработил души подданных. И превратился в столицу темных сил. Аккумуляторами магической энергии стали сфинксы. Сфинксы – это есть не что иное, как облик или образ богини смерти и болезни Мара. Масоны, когда осваивают новые территории, они всегда расставляют свои символы. Без этого они не могут. То есть как бы они поставили сфинксов и уже провозгласили, что здесь существует их власть. Первые каменные изваяния привезли в город в 1832 году прямо из ФИФ. Этим сфинксам больше трех с половиной тысяч лет. Когда-то они приветствовали гостей в храме фараона Аминхадапа III в Египте. На самом деле, сфинксов в Питере намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Они украшают шлемы-статуй на крыше публичной библиотеки в Петербурге. Охраняют вход в Строгановский дворец и горный институт. Наблюдают за прохожими с Египетского моста и Петровской набережной. Подпирают фонтан у Киевского шоссе. Зачем российскому городу столько сфинксов? Вы знаете, такое ощущение, что именно количество столиц, количество крупных городов, построенных именно на болотах, заставляет сомневаться в том, что это совпадение. Потому что Париж построен на болотах, его древнее название Лютеция. В Париже огромное количество оккультистов, которые занимаются оккультными науками. Париж стоит на болотах и костях. Под французской столицей находятся знаменитые парижские катакомбы или город мертвых. Билет в зловещий музей стоит всего 12 евро. В 17 веке городские кладбища якобы перестали вмещать покойников. Кроме того, захоронения постоянно подтапливались водой. Трупный яд заражал сену и вызывал панику среди горожан. Тогда власти приняли решение выкопать трупы из могил и выложить их костями из стены в подземном туннеле. Там просто складирование в стену останков людей. При этом они сохранились и не рассыпались в прах. То есть какими-то снадобнями они были обработаны. А может, нехватка мест на кладбище была лишь предлогом? Известно, что череп и кости использовали в своих ритуалах масоны. Например, при посвящении в высшие градусы испытуемые должны были выпить кровь или вино из человеческого черепа. Забирают черепа, обрабатывают их определенным образом. И с этими уже магическими инструментами, черепами проводят различные обряды. Обряды связанные как с возрождением, так и со смертью. Темная суть болот и египетских изваяний в 30-е годы прошлого века породила сфинкса разврата. Первый довоенный бордель класса люкс в Париже. Его так и называли – Ле Сфинкс. Полуженщины, полульвицы украшают французский фонтан Дю Пальмер и набережную Тюльри. Сфинксы охраняют набережную Виктории в Лондоне. А это логово Бера, Медведя. Берлин. Достопримечательность германской столицы – старинная колоннада на улице Маринштрассе. На крыше расположены скульптуры. Одна из них представляет египетского бога, повелителя Нила, обнимающего сфинкса. Но от чего или от кого сфинксы охраняют европейские города? Смотрите далее. Приворот не на жизнь, а на смерть. Между ног, полом вниз, пол осиновый. Между жизнью и смертью. Как перейти Калина в мост? Там, знаете, колдуны и ведьмы решают свои задачи. Почему снежный человек скрывает свою семью? Дети у снежного человека, они могут чирикать. Вот как-то, все, все, все. Сфинксы пришли к нам из Египта. Но откуда древние египтяне взяли образ этих странных существ? Дело в том, что рядом с Египтом находились знаменитые Нильские болота. Возможно, в Тресине жили некие демонические существа, которых люди стали называть сфинксами. Общение с болотными духами местные жители доверяли жрецам. Их наследниками стали тамплиеры. По одной из версий, часть тамплиеров в 14 веке откололась от братьев и создала Орден масонов. И сейчас эта оккультная организация негласно правит всей Европой. Европейский магический круг использует очень мощную энергию темную, демоническую. Использует различные обряды, ритуалы, проводимые на болотах. Потому что эти духи, которых они вызывают, они имеют демоническую сущность. И таким образом влияют на различные международные политические обстановки. По мнению конспирологов, именно масонам выгодно разрастание болот. Это вписывается в их теорию золотого миллиарда. На Земле должен остаться только один миллиард человек. Остальные – лишние рты. Ведь ресурсы Земли не безграничны. Сейчас на нашей планете проживает 7 миллиардов. Вопрос, куда девать оставшиеся 6? Если огромные территории превратятся в болота, то эта задача решится сама собой. Болотная порча. Что это? Жрецы Вуду проводят этот страшный ритуал в болоте под Новым Орлеаном. Они топят в трясине кукол с одеждой и волосами жертвы. Считается, что после этого проклятый человек будет гнить изнутри и умрет. Ведьма Мирослава Веденеева уверена – ритуалы, проведенные на болоте, самые действенные. Как правило, на болотах, если делается черная магия, она делается с использованием крови. Первым делом Мирослава задабривает болотных духов. Что бы ни утащил водяной, не затуманило разум Кикимора. То же самое делали наши предки, когда собирались на болото за ягодами и грибами. Вот прямо на водичку, да, вот болото, да, пошла кормить духов. Сегодня Мирослава будет проводить два обряда. Первый – приворот. Ее клиент Анатолий пожелал завладеть сердцем своей знакомой. Сказано – сделано. Мирослава сжимает в руке сердце, а его кровью окропляет землю вокруг заказчика приворота. Хотелось бы добавить, что сердце не настоящее, но это не так. Красная пульсирующая плоть еще недавно билась в грудной клетке волка. Ведьма выкупила сердце у охотников. Капли крови попадают на другой атрибут приворота – кукол-неразлучников. Дальше заматываю куколок лицо в лицо. Сейчас подхораниваем мы пень колода. Как куклам не выбраться из-под болотной коряги, так и Анатолию с его подругой всегда быть вместе. Обряд скреплен кровью и нерушим. Бонус для заказчика – ритуал для улучшения потенции. Это в правую руку. Просто рукой так хорошо возьмем. Это в левую. Это задние лапки от зайца. Зайца – это символ блуповодородия. Раньше молодые люди, немощные стряки, пили специально заячью кровь весеннюю для поднятия потенции и снятия всех болезней мочеполовой системы. Между ног. Колом вниз. Кол осиновый. К магическому арсеналу добавляется холодное оружие. И этот кол забивается в пенек с прогариной. Хой! 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 Напоследок Мирослава скармливает все оставшиеся болезни мужчины болотным духом. Вымачивает рубашку Анатолия в тине. По легенде болота появились из-за противостояния двух славянских богов – Белбога и Чернобора. Когда Белбог создавал сушу, его противник украл немного земли и плюнул на нее. А потом заселил всякой нечистью, болотными духами и монстрами, враждебными человеку. Да, я верю в существование определенных болотных духов, привидений, но они находятся скорее в невидимых областях спектра. Более того, они могут как бы владеть коллективным разумом, воздействовать на разум людей, которые ходят через болоты. Согласно поверьям, в топях живут болотники, которые заманивают в трясину людей. Девушек-утопленец они превращают в русалок, а некрещенных детей в кикимор. Жители деревень часто слышат у болот всхлипы и стоны, похожие на плач ребенка. Это кикиморы зазывают прохожих в трясину. Кстати, слово кикимора так и переводится с древнеславянского. Кики – крик, мор – смерть. А если увидел красивую девушку, это, наверное, кумоха. Кумоха – это древняя сущность, она без волос и с двумя ногами. От кумохи произошли русалки. То есть, если увидел такую, плюнь через левое плечо. Если вспомнить русские сказки, то на болоте жила царевна-легушка, говорящая существо с зеленой чешуей. Так кто же она? Оборотень, гуманоид, рептилоид? Ведь описания многих пришельцев начинаются именно с серо-зеленого цвета кожи. Наша знаменитая царевна-легушка является оборотнем. Животное, которое превращается, скинув покровы свои, там, дожные или еще какие-то, изменив структуру скелета, превращается вдруг в человеческое существо. Жители Южной Америки уверены, в их болотах живет оборотень кровопийца Ругару. У него длинные острые клыки и красные глаза. Выглядит достаточно устрашающе и по ночам пугает всех светящимися, прыгающими глазами. Считается, что Ругару нападает на путников и утаскивает их под воду. Посмотрите, на этих кадрах видно, как в топ проваливается сразу несколько вековых деревьев. Как будто их тянет за собой невидимая, но очень мощная сила. Могли ли в болотах сохраниться огромные доисторические монстры, способные на такое? На болотах теоретически возможно сохранение популяции каких-то древних доисторических животных. Ну, конечно, не динозавров. Ну, вот, например, в Африке макелем, бемби, вот называют. Это аналог Несси. Но только живут именно на сильно заболоченных территориях, там, где именно река Конго и ее притоки. Криптозоолог Андрей Строганов уверен, что и снежного человека надо искать не в лесу, а в болоте. Там ему спокойнее. Он может там спрятаться. Он может откопать там землянку и попадать в эту землянку через воду. Под водой он хороший пловец. Вот, он, в принципе, может бобров выгнать из их хаток и тоже там жить, прятаться. Коллекция Андрея – фотографии следов снежного человека. Снимки сделаны на болоте. Я вот был часто на болотах Марь. Марь называется, это на Дальнем Востоке Марь. Это, то есть, болото, покрыто мхом. Вот. На нем остаются хорошо следы. Криптозоолог пришел к неожиданному выводу. Снежные люди селятся на болотах целыми семьями. Возможно, именно их наши предки принимали за русалок и кикимор. Русалки, в принципе, могут быть снежными женщинами, там, или снежными, там, детьми, там, девочками, там. Дети у снежного человека, они могут чирикать, как птички. Вот как-то сю-сю-сю, вот детские, вот такие сю-сю-сю, как мультик. У снежного человека есть, как бы, площадки, где он тренирует свой молодняк. И они там делают заломы на высоте своего роста. Они учатся, как, как бы, школа или детский сад. Получается, если болото захватят планету, то разумная жизнь на Земле не исчезнет. Просто одна популяция человекообразных сменит другую. Может, так и задумано? И мы зря возомнили себя хозяевами мира. В американских школах ввели урок самообороны от зомби. По мнению некоторых ученых, Америке грозит зомби-апокалипсис. Есть версия, что в теплых болотах Южной Америки стремительно размножаются мутировавшие амебы, способные превратить человека в зомби. Болото – прекрасная питательная среда для всех видов паразитов. По прогнозам ученых, в скором будущем топи могут стать причиной зомби-апокалипсиса. В теплой стоячей воде прекрасно себя чувствует амеба неглерия-фоулера. Её второе название – мозгоед. Через дыхательные пути она попадает в голову человека и начинает поедать его мозг изнутри. Смертельные случаи уже зафиксированы в Южной Америке. Амеба, которую вы проглатываете с водой, она в кишечнике, в желудке кислотой убивается. Но если она попала в нос, то она там начинает размножаться, поскольку там нет кислоты, и через обонятельные нервы может попадать в мозг. Смерть наступает в течение 7 дней. Ученые из Института Хопкинса в Америке обнаружили еще один страшный вирус, который поражает мозг. Его назвали вирусом водоросли. Речь идет о микроорганизмах, которые паразитируют на зеленых водорослях и крайне опасны для человека. Вирус не убивает, но лишает рассудка. Если этот вирус прорвется в мозг человека, а потом этот штамп укрепится, начнется большая эпидемия, образование по типу зомби. И это страшно. Это люди, у которых полностью погибает кора, и начинает жить человек на подкорке. То есть кушать, размножаться. То есть просто на рефлексах живет, как животное. Жителям Юга России следует опасаться других болотных монстров. Малярийных комаров. Малярия протекает крайне тяжело. И человек может сорваться в такое страшное состояние, как малярийная кома. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и летальным исходом. А вот в плане вакцины, увы и ах. Значит, вообще это простейшее. И вот от простейших на самом деле вакцин нет. В 30-е годы прошлого века в Советском Союзе велась активная борьба с комарами, переносчиками малярии. В первую очередь осушали болота, вокруг которых кишили эти твари. Зараженные зоны обрабатывали ядами и химикатами. Малярии в Советском Союзе практически и жили. В общем-то, и в республиках Советского Союза тоже. Сейчас потихонечку вернулись. Россия. Воронежская область. Май 2018 года. Армия комаров атакует. Насекомые голодные и, как говорят местные жители, очень агрессивные. Комаров настолько много, что люди побаиваются лишний раз выходить на улицу. Случаи заражения малярии зафиксированы уже и в Подмосковье. Даже с учетом того, что болот становится все больше, непонятно, где малярийные комары находят плазмодий. Вряд ли у нас по болотам расхаживают источники инфекций. Люди больные малярией. Конспирологи связывают нашествие зараженных комаров с американскими биостанциями, расположенными на территории бывшего Советского Союза. Ну, известно, вокруг сейчас России создана просто цепь биолаборатории в Грузии, на Украине, в Прибалтике, в Узбекистане и так далее. Вообще, американцы очень много баз таких создают, именно где разрабатывается биологическое оружие, наверное. Они их создают под маркой защиты, по изучению от биологических каких-то поражающих факторов. Россия. Сочи. 2014 год. Во время зимней Олимпиады эпидемиологи к своему великому изумлению обнаружили в Адлеровском районе комаров переносчиков вируса Зика. Родина этих насекомых – Южная Америка. Каким же образом комары оказались за тысячи километров от дома? В западной прессе сразу же развернулась антироссийская пропаганда. Журналисты советовали в целях безопасности не ехать в Россию, а посмотреть спортивные состязания по телевизору дома. Там хотели наши заклятые друзья-американцы, я не знаю, но раздули явно они. Зика известна инфекционному сообществу с 1947 года. Вирус может давать тератогенный эффект, то есть может вызывать уродство. Страшнее современных комаров только древние вирусы. Сейчас они законсервированы в вечной мерзлоте. Но с наступлением глобального потепления могут вырваться на свободу. Однако конспирологи обнадеживают. В генах у русского человека заложен иммунитет к древним вирусам и бактериям. Для жителей других территорий они смертельно опасны, а для нас – как обычная простуда или ОРВИ. Смотрите далее. Дым-пожарищ. Когда горят болота. Даже противогаз не спасал. Мистическая река Смородина. Кто построил через нее Калинов мост? Это место, где происходит некое общение добра со злом. Уйти и не вернуться. Что скрывает болотная трясина? Концентрация сырого водорода в воде такая была, что обжигало кожу. Болотный торф полон загадок. Он, как кинопленка планеты, консервирует в своих слоях наше прошлое. В 1984 году, во время добычи торфа в болоте Линдов под Манчестером, экскаваторщик нашел человеческую ногу. Полицейские предположили, что на болоте было совершено жестокое убийство с расчленением тела. Стали искать останки и нашли мумию человека, утонувшего в болоте целых 2000 лет назад. Болотный торф – отличный консервант. В 2002 году на севере Германии в болоте нашли мумию 14-летней девочки. Находке оказалось более 2000 лет. Болотный торф буквально законсервировал тело. Всего за последнее время в Европе было найдено больше тысячи подобных мумий. Странно, что от современных утопленников остаются голые черепа, а наши далекие предки сохраняются в торфе в недленном виде. Как будто болото обладает сознанием и решает, какую часть истории донести до человека, а какую похоронить навсегда. Я знаю, что в Подмосковье, например, в Талдомском районе, есть несколько участков, на которых давно работают археологи и обнаруживают деревянные изделия, которым тысячи лет. Торф – не только уникальный консервант, но и горючий материал. Торфяные пожары обычно бушуют на пересохших или осушенных болотах и торфоразработках. Пожары возникают весной, переживают морозы и вспыхивают вновь. Торф может леть месяцами и даже годами. Могут гореть годами, то есть могут гореть год-два, пока не выгорит полностью торф до того уровня, где стоит вода. Вот в этом году мы дотушивали торфяные пожары, которые перезимовали и вышли из-под снега в Бурятии. Для тушения одного квадратного метра тлеющего торфа требуется тонна воды. Торфяные пожары опасны тем, что они выжигают пустоты не только под болотами, но и за сотни километров от очага возгорания. Он может выгореть под дорогой, под лесом может выгореть толстый слой торфа, и машина, и весь лес может провалиться потом в данную полость. Но самое страшное в торфяных пожарах – это дым. В нем повышено содержание азота, углерода и серы. Он опасен для человека. Мы видим рост смертности, рост заболеваемости, и онкологических болезней, и респираторных болезней. Все проблемы вызваны дымом, поэтому задымление от торфяных пожаров будет длительное. Поскольку пожары горят месяцами, дым будет скапливаться в населенных пунктах. Причем иногда на большом удалении от самого пожара. Россия. Лето 2010 года. От торфа вспыхнули Ярославская, Владимирская и Ивановская области. Несколько месяцев полыхали торфоразработки в подмосковной шатуре. Столица оказалась зажата в кольцо из дыма и огня. Люди задыхались, завешивали мокрыми полотенцами окна, боялись выходить из дома. Огонь подошел к воинской части, в районе Коломны, и там выгорело очень много военного имущества. Торфяной дым, смешиваясь с дымом от различных горючих материалов, типа пластмасс, давал очень неприятный такой запах, который окутал практически всю Москву. Я сам в то время был в Москве, летом 2010 года, и я помню вот эти неприятные вещи, когда даже противогаз не спасал. С торфяными пожарами сталкивались и наши предки. В русских былинах часто упоминают реку Смородину и Калинов мост через нее. Слово «Смородина» произошло от слова «смрад». Резкий запах идет не от рек, а именно от болот. «Калинов» значит «красный», «огненный». Получается, мост пересекает не просто какую-то зловонную топь, а пылающую трясину. Если посмотреть на болотные пожары со спутника, то можно увидеть красные колыхающиеся пятна. Так что огненные реки – это не выдумка. Основатель группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин считает, что мост через болото символизирует борьбу добра и зла. Это небесный Калинов мост, это Млечный путь, который выливается из созвездия Кассиопеи, и распадается на различные косы. Это тоже Калинов мост. Вообще это понятие Калинов мост, оно издревле присуще нашему народу. Это место, где происходит некое общение добра со злом. По мнению Дмитрия, самое страшное для человека – увязнуть в болоте. Вот и приходится строить Калинов мост, чтобы чувствовать твердую почву под ногами. Это стоячее болото. Пусть там, знаете, колдуны и ведьмы решают свои задачи. А творческому человеку, мужчине, герою надо это все преодолевать стремительно и выходить на новые рубежи, то есть вертикально вверх. У того же торфа есть две стороны. Он может как загореться и уничтожить все на своем пути, так и поделиться с нами тайнами прошлого. А вдруг болото проверяют человека на прочность? Пугают, чтобы подтолкнуть к активным действиям и новым открытиям. Смотрите далее. Сенсационное предсказание о болотах Эдгара Кейси. Америка погибнет, и Европа погибнет, а вот Сибирь сохранится. Опасная трясина. Как выйти сухим из болота? Я сейчас стою на лыжах летом посреди болота. Мода на болото. Фотосессию заказывали? Многие болота имеют второе дно. Под рязкой и трясиной скрывается слой торфа, а под ним может быть чистейшее озеро, затопленные древние пещеры или пустоты. Идеальное место для секретной базы. Летающие тарелки базируются на болотах. В январе 2018 года британские уфологи разглядели на сделанных из космоса снимках два металлических объекта, паривших над болотами Флориды. А до этого НЛО были зафиксированы над болотами Урала, в районе города Чебаркуль. Вот тот самый кадр, который взбудоражил американских исследователей аномальных явлений. Серебристый остроконечный объект выделяется на фоне грузовиков. Необычный снимок изучил русский уфолог Михаил Керштейн. Я пока не слышал, чтобы кто-то туда пошел ногами в это болото, посмотрел, что это такое, постучал по стенке, и сказал, да, действительно, НЛО или нет, это цистерна из-под нефти. Либо реально лезть в болото, либо заказывать снимки с гораздо большим разрешением. Предполагаемый звездолет находится на некой площадке с воротами и ангаром. Если уменьшить картинку, то видно, что загадочную базу окружают сплошные болота. Ученые не раз пытались исследовать многоуровневые водоемы, но терпели неудачи, как будто неведомые силы не пускали их на дно. Когда проводилось обследование болотного озера, люди сначала дошли до этого торфяного слоя. После него пришлось одевать специальный скафандр, чтобы дойти еще глубже в сероводородный слой. Но и то не смогли его обследовать, потому что обжигало концентрация сырого водорода. В воде такая была, что обжигало кожу, и, в общем-то, пришлось бросить эту затею. Американский уфолог Скотт Уорринг уверен, база пришельцев находится под дном круглого озера в Аргентине. Как идеально ровный круг возник посреди километровых болот, можно только гадать. Еще одна странность – посреди озера плавает огромный заболоченный остров. Со спутников он смотрится, как крышка, которая почти полностью закрывает водоем. Остров постоянно движется, а иногда даже приподнимается над водой. Жители соседних деревень называют озеро глазом. По их словам, там живут древние божества, которые наблюдают за людьми. Болота могли быть использованы и представителями инопланетных организаций, как питательную среду для того, чтобы взрастить эмбрионы, вырастить здесь какие-то зародыши, и, в общем-то, на этой почве развить целую цивилизацию. Даже если не брать в расчет инопланетян, жизнь на нашей планете действительно могла зародиться в болотах. В океане слишком много соли и тяжелых металлов. Пресная вода слишком стерильна. Остаются только болота. Болота являются колыбелью возникновения жизни. Пресная вода имеет мало растворений, веществ нужных, тому, чтобы зародилась жизнь. А болота, особенно в тропических областях, подкармливаемой и пресной, и соленой водой из океана, но мелкие, мелкого заложения, имели как раз все условия для того, чтобы в них первичный бульон возник, из которого потом уже образовалась растительная и другая остальная жизнь. Если первый микроорганизм попал в болото с легкой руки инопланетян, то, возможно, они продолжают контролировать свой эксперимент. Поэтому и строят базы под водой. А может, используют те, которые возвели миллиарды лет назад. Если пришельцы так пристально следят за болотами, может, разрастание топий – это еще один инопланетный эксперимент. На этот раз не для создания жизни, а для ее сохранения на планете. Немецкая организация предложила восстановить российские болота. Первые работы начнутся в конце 2018 года. В национальном парке Угра под Калугой. Создатели проекта уверяют, что восстановление болот поможет снизить угрозу лесных пожаров. Но не скрываются ли под столь благовидным предлогом совсем иные цели? Немецкая некоммерческая организация по охране природы в 1998 году получила доступ к самым древним и необычным озерам в мире. Тогда свою акцию немцы назвали «защитой пресной воды на планете». Они добрались до озера Мона в Калифорнии, Санта-Люсия в ЮАР, Биво в Японии. Все эти водоемы окутаны мистикой и легендами. Мона-Лейк называют «мертвым озером». Санта-Люсию, наоборот, считают раем. Возможно, немцы ищут так называемые «ключи от рая», которые, по легендам, скрыты на дне водоема. Это может быть как озеро, так и болото. Я бы так сказал, что «ключи от рая» скорее надо понимать как некую метафору. А так как вход в рай как бы обычным смертным закрыт, то люди начинали домысливать, что якобы есть какие-то ключи или, возможно, отмычки, с помощью которых можно из нашего мира попасть в более высокие миры, в райские миры. Говорят, загадочные ключи в свое время заинтересовали иракского диктатора Саддама Хусейна. Именно поэтому он приказал осушить заболоченные земли между Тигром и Ефратом на территории древней Месопотамии. Экосистема была уничтожена. Местные жители остались без крыши над головой. Ирак захлестнули волнения. А это, в свою очередь, привело к войне, вторжению американцев и казни Хусейна. Конспиролог Сергей Саль уверен, за войной на Ближнем Востоке стоят масоны, цель которых – свободный доступ к артефактам на территории древних государств. При этом они уничтожают все памятники культуры, которые могли бы подсказать местным жителям, где искать оккультные предметы старины. Была развязана так называемая война с международным терроризмом. Это делалось в Ираке, сейчас делается в Сирии, ну, а на очереди стоит Иран. План по зачистке всех исторических сведений, которые хранятся на Ближнем Востоке. Потому что, когда шла война в Ираке, уничтожались там американцами все музеи. То есть часть экспонатов была вывезена, а часть просто уничтожена. Осушение и оводнение болот дает возможность геодезистам полностью исследовать местность и хорошенько покопаться в трясине. С другой стороны, если ничего не найдут, то действительно помогут природе. Болото полезны. Из грязных болот, словно через фильтр, вытекают чистые реки. Один гектар топи поглощают в год три тонны пыли. А еще, впитывая из атмосферы тонну углекислого газа, болото выделяют полтонны чистого кислорода. Болото всегда помогали тем, кто приходил с миром и отчаянно нуждался в защите. В топях жители деревень прятались от кочевников и от фашистов. Болотные мхи спасали партизан. Причем не только укрывали от врагов, но и лечили. Использовался как перевязочный материал, когда не хватало бинтов, не хватало ваты. Именно вот этот высушенный сфагнум, он выделяет легкие антисептики, которые препятствуют росту бактерий. Использовался во время войны. Болотные ягоды, морожка, брусника, клюква богаты антиоксидантами. Они омолаживают изнутри, а торф – снаружи. Большинство наших здравниц, грязи лечения, они пользуются торфом. То есть вас обмазывают таким самым переработанным или не сильно переработанным торфом, где есть гуминовые различные кислоты, которые обладают определенным дубящим эффектом. То есть они вытягивают токсины из кожи, туда вводят определенные минеральные вещества. Будет, конечно же, определенный омолаживающий эффект. Путешественник Андрей Сафронов знает, как выжить на болотах. Он побывал в самых непроходимых топях и каждый раз выбирался из них благодаря охотничьим лыжам. На наших глазах Андрей пересекает болото. Кого-то может шокировать тот факт, что я сейчас стою на лыжах летом посреди болота. Вот, я могу смело ходить даже по топе. Даже там, где в сапогах, я бы не рискнул пройти. Наши предки прекрасно знали, что по болотам нельзя ходить босиком. Для этого еще в древности из камыша плели специальные болотоступы. Еще один совет от бывалого путешественника. Но перед собой нужно прощупывать длинной крепкой палкой. Дополнительная страховка – снаряжение альпиниста. В данном случае я обвязываю шест и обязательно его надо пристраховать к страховочной системе. Почему? Дело в том, что могут быть неудачные движения, человек может упасть и чисто инстинктивно шест выронить. Без шеста в опасном месте человек оказывается еще в более опасной ситуации. Соблюдая правила безопасности, на болотах можно не только выживать, но и жить. Представители племени Нуэр в Южном Судане основали целый поселок на болоте Суд. Построили хижины на небольших островках и даже обзавелись домашними животными. Племя живет натуральным хозяйством и практически не общается с внешним миром. Жизнь у них там, я бы сказал, с их точки зрения идеальная. Пользуются пирогами, каноэ, всякими выдолбанными стволами деревьев, передвигаются, ловят всю живность, которая там есть, занимаются даже мелким сельским хозяйством. Не только собирательством, но и растеневодством. А это африканская Венеция, поселок Ганвии в республике Бенин. Невероятно, но в домах на воде живет больше 20 тысяч человек. В отличие от соломенных хижин на островках, эти постройки стоят прямо на затопленной территории. Болото, когда в него уже забьет сваю, оно уже эту сваю не разъедает. Она там достаточно сильно законсервирована, не будет гнить. Всегда подвержена гнию больше та часть, которая уже над водой или периодически над водой, под водой, то есть высыхает и затопляется. В последнее время болото становятся не только пригодными для жизни, но и модными. На фоне водорослей и коряк проводят фотосессии. Аиша Мещерякова – танцовщица и модель. Она решила украсить свои социальные сети снимками на болотах. Это завораживает и привлекает внимание. Аиша уверена, ее подписчики сразу же обратят внимание на необычные фото. А эта девушка решила устроить на болоте свадебную фотосессию. Причем сначала попросила проверить подругу, «Неглубоко ли?» И лишь потом в роскошном свадебном платье нырнула в болото сама. Челябинский школьник Алексей Назаров устроил фотосессию под названием «Менеджер в трясине». У этих людей болото ассоциируется с хорошим настроением и весельем. Может, мы зря так опасаемся болот? Просто нужно уметь найти к ним подход. Восюганское болото заинтересовало ученых. На его берегу возвели научно-исследовательскую базу с громким названием «Сибирский институт будущего». Получается, за болотами будущее. Запас пресной воды в Восюганском болоте больше, чем в Байкале. Здесь добывают нефть и торф. Болото настолько огромное, что обхожено и изучено только по краям. Огромная болотная система, которая у нас затрагивает и Омскую, и Томскую, и Новосибирскую область. И, ну, можно несколько часов лететь на самолете, на небольшом над этим болотом, и не будет ему видно, как говорится, конца и края. Согласно пророчествам известного американского предсказателя Эдгара Кейси, человечество ждет конец света. Произойдет это либо из-за атомной войны, либо из-за природных катаклизмов. Уцелеет только западная Сибирь. Островки Восюганского болота станут колыбелью для новой цивилизации. Вот поэтому осваивают вот такие места, как место, предполагаемое дальнейшей жизни. И Америка погибнет, и Европа погибнет, а вот Сибирь сохранится якобы. Действительно, в русских болотах есть все, чтобы выжить. Рыба, животные, лекарственные растения и даже источники энергии. Чего не скажешь о болотах в Америке. Северные болота все-таки очищают воду. В отличие от южных, например, в Луизиане, они не очищают воду, они являются, скорее всего, рассадником еще из-за своей температуры высокой, рассадником бактериального и другого заражения. Пить воду из них, конечно, опасно. В северных болотах, пожалуйста. В топе Южной Америки водятся огромные аллигаторы. А у нас растут брусника и морожка, ягоды, которые можно попробовать только на русском севере. Бескрайние российские болота спасают всю планету от парникового эффекта и глобального потепления. Может, и хорошо, что их становится все больше. Болота называют легкими планеты. А еще они питают реки и фильтруют воду. И запасов пресной воды в болотах в пять раз больше, чем во всех реках мира. Если в погоне за сиюминутной выгодой люди решат осушить все болота, они погубят землю. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова